Весьма любопытным оказался сегодняшний выезд руководителя администрации по обращениям жителей и строящимся объектам. Маршрут пролегал в западную часть города. В новом микрорайоне Богородский готовится к открытию кабинет врача общей практики. Такие кабинеты строятся по губернаторской программе, как правило, в новых микрорайонах подмосковных городов. В офисе семейного врача пациенты получают помощь специалисту широпого профиля, практически не выходя из дома. Курирует проекты Министерство здравоохранения, а администрация района ищет площади, договаривается со строителями. Кабинет врача общей практики в доме номер 10 микрорайона Богородский обещают сдать до 26 декабря. Кабинет общей практики, он расширенный кабинет. Здесь три кабинета для врачей, процедурная и все оборудование для маломобильных групп. До Нового года все будет завершено. Кабинет врача общей практики там остро необходим, так как вокруг нет медицинских учреждений и поликлиники находятся на большом расстоянии. Со временем, конечно, мы в микрорайоне Финском построим поликлинику и логистик будет хорошая, но в любом случае кабинет врача общей практики будет востребована. Оборудование уже готово, на складе стоит. Как только сдает эксплуатацию, раз расставляется оборудование, подключается и он готов. Врач есть. Неожиданности последовали далее в микрорайоне Щелково-7 на неделю на 20. Вроде бы рядовая ситуация, жалоба на протечки кровли. Но перед приездом комиссии произошла авария на электросетях, и лифт не работал. Не привыкший отступать, на 15 этаж Алексей Валов пошел пешком, чем сразу расположил к себе жильцов. Александр Заблоцкий получил квартиру в 2002 году, сразу после сдачи дома. Теперь начал ремонт, но доделать не может. Говорит, протечки начались в этом году, после каждого дождя. Выше в квартире на 16 этаже вообще я врал, но там сосед скромный и мирится с неприятностями. Неоднократно обращался по инстанциям, но ответы не удовлетворяют. Поэтому пришел лично к Алексею Валову. У меня есть два ответа от администрации, что кровля отремонтирована, и после этого меня все равно заливает. Когда управляющий компания? Управляющий был ДСЖКХ. ДСЖКХ у самого устранился, ничего чинить не стал. Обещали сделать все столице. Столица, тот же самый, весь ответ, два взаимоисключающих ответа. Все сделано. Дата у нас 27-го 11-го. Кровля сделана. И ответ 2-го, нет, 7-го декабря, что делать мы не будем. Такой вопрос, делать будем или не будем, сделано или не сделано. Руководитель администрации посмотрел следы протечек, даже вышел на крышу дома, сделал вывод, что был забит водосток. Его на днях уже прочистили, и теперь для проверки надо ждать следующего дождя, который обещают скоро. Не надо весна, следующая неделя плюс 8 и дождь. Я вас приглашаю еще раз. Все, хорошо. Или прийду к вам, если вы дадите команду. Все, даю команду. Если потечет, если потечет, там я вижу, что все-таки сделано более-менее качественно. Если потечет, значит ко мне. Все переделают. Завершился объезд на стройплощадке детского сада в Первом Советском переулке. Объект, строящийся по программе губернатора, к тому же в самом центре города, обещал стать показательным, но оказался напротив в отстающих. Строители, увы, не успеют сделать горожанам подарка на Новый год. В лучшем случае закончат корпус. Гнал, требовал, заставлял. Ну, срок строительства садика порядка 9-11 месяцев. А тут, получается, мы хотели построить за 5. Не удалось. В пример, этому застройщику Алексей Валов привел садик в микрорайоне Анечково. Его возвели за 4 месяца и уже закрывают кровлю. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».